Свыше 288 миллионов тенге получили в прошлом году североказахстанские ветераны и пенсионеры. Это дополнительная финансовая помощь, которую им оказали жители всей области. Такую сумму удалось собрать на благотворительных субботниках и во время месячника поддержки пожилых людей и инвалидов. Как еще помогали представителям старшего поколения в 2018-м, говорили на итоговом расширенном заседании Президиума областного совета ветеранов. Кристина Юсичева расскажет. В северном Казахстане проживает около 105 тысяч пенсионеров, порядка 7 тысяч из них одинокие. Чтобы представители старшего поколения чувствовали поддержку и внимание, в стране 32 года назад создали ветеранское движение. В нашем регионе действуют 14 территориальных советов и 565 первичек. Ветеранским органам совместно с органами социальной защиты регулярно обследуются условия жизни ветеранов, по итогам которых принимаются меры в пределах компетенции. Обследованы за полугодие условия жизни 17 969 ветеранов. Из них 783 получили путевку на санаторно-курортное лечение. Рассмотрены порядка 3034 жалобы и заявления. Большая часть из них разрешены положительно. Результативно были проведены осенние благотворительные мероприятия. Общую сумму затрат на благотворительные цели превысили 288 миллионов тенге. А материальную помощь получили порядка 105 тысяч пожилых людей и инвалидов. Все ветераны Великой Отечественной получили единовременную выплату в размере 100 месячных расчетных показателей. Те, кто не смог участвовать в параде, поздравления принимали дома. Отмечу, сегодня в нашей области осталось всего 88 участников войны. В прошлом году, как и всегда, активисты ветеранского движения принимали участие в политических и культурных мероприятиях региона. Работали с молодежью. Кстати, представители старшего поколения в 2018-м успели и сесть за парты. Пенсионеры посетили 43 семинара, а полученные знания применяли во время отчетно-выборной кампании первичных организаций. Это было ключевое событие ушедшего года. Эта кампания проводится дважды в пятилетие, за пятилетний срок. Называются они промежуточными выборами в первичных ветеранских организациях. А конференции намечены как раз на 2020 год и областная и съезд Совета ветеранов центральной на 2021 год. Прошло более тысячи собраний. Дошли до самой глубинки, как никогда раньше в выборах. То есть села, которые раньше считались отделенческими, малые села, мы постарались и там создать цеховые ветеранские организации. Для того, чтобы доходить со своими идеями до самой сельской глубинки. Большое внимание ветеранской организации уделяют работе с так называемыми бесхозными пенсионерами. Такое бывает, когда на предприятиях нет первичек или представители старшего поколения из сел переезжают в город. В прошлом году начали работать с меценатами в рамках проекта Центрального совета ветеранов «Акбата». Он направлен на возрождение добрых традиций, связанных с заботой о пожилых. Кристина Юсичева, Михаил Казначеев. Новости МТРК.